Строительство подъездной дороги к современному полигону ТБО в Кайгородском районе затягивается. Подрядчик потерял половину лета. Были проблемы с поставкой железобетонных плит, которые ведут к новой площадке. Сейчас у дорожников на руках весь объем материала. Работа идет в усиленном темпе. До конца октября строители обещают сдать свой участок. Виктория Палкина берет ситуацию на контроль. Новый полигон ТБО в Кайгородском районе должен решить проблему несанкционированных свалок. По крайней мере, в это верят местные чиновники. Только в прошлом году ликвидировали 10 таких стихийных мусорных площадок. С затратами на генеральную уборку помогла республика. Выделила больше 350 тысяч рублей. На сегодняшний день объект как бы нужен, потому что в районе нету сегодня действительно легального какого-то полигона для размещения мусора. Постоянные проблемы в том, что у нас мусор просто, грубо говоря, вывозится и сваливается беспорядочно. То есть объект нужен, нужен район, чтобы как бы и мусора меньше было, и по экологии вопросы как бы уйдут. К новому полигону ведет километровая дорога. Две полосы. Одна для грузовозов в железобетонном исполнении, другая – грунтовая. Само строительство площадки начнется в следующем году. До конца этого главное разобраться с подъездными путями. Мы практически объект уже сделали. Осталось процентов 10, меньше даже. Через дней 10 за день. В рамках республиканской программы по обращению с отходами в Кайгородском районе уже закупили первую технику. Успели оборудовать и три площадки для временного хранения отходов. Еще необходимо приобрести контейнеры во все населенные пункты муниципалитета. Окончательную точку в экологическом вопросе здесь поставят лишь через два года. Между тем в других районах Коми уже подводят первые итоги. В этом году мы завершим строительство семи объектов размещения отходов. Это четыре полигона и площадки твердых бытовых отходов в Карткировском районе, село Старожевск, Богородск и Мордина. И один объект в Прилузском районе, в селе Ношуль. Кроме того, три площадки размещения временного хранения древесных отходов. Скорости в рамках реализации программы у муниципалов разные, а вот проблемы одни. И прежде всего это вопросы перевода земель лесного фонда в новый статус. И скромные местные бюджеты. Вся тяжесть в борьбе с мусором ложится на республиканскую казну. Только в этом году на этот экологический блок планируется потратить почти 300 миллионов рублей. Виктория Палкина, Иван Богомолов, Владимир Шишкунов, телеканал Юрган, Кайгородский район.